Более 30 тематических кружков и студий, десятки вокальных и хореографических ансамблей – всё это в стенах старейшего в городе учреждения дополнительного образования. В свои 90 дворец детского и юношеского творчества продолжает воспитывать и поддерживать начинающих артистов. Наталье Загородней было 14, когда она начала заниматься в эстрадно-симфоническом оркестре. Выпускница 1989 года теперь сама преподает уроки музыки в ДДЮД. Те качества, которые я получила тогда, это ответственность, это такое творческое отношение к любому делу, они мне помогли и в жизни. И на сегодняшний день, на самом деле, во дворце около 25% выпускников – наши педагоги. Это очень хороший показатель. 17-летняя Татьяна Фадевнина около 7 лет занимается в духовом оркестре, а с прошлого года посещает городской парламент ученического самоуправления, организованный методистами ДДЮД. Рассказывает, дворец помог ей стать увереннее в себе и найти новых друзей. Он меня открыл. Скорее всего, я когда в начальном классе училась, и была очень скромной, я боялась сцены. А когда начала посещать кружки в ДДЮД, я стала более открытой. Вечер встречи выпускники дворца по традиции проводят ежегодно в последнюю субботу января. В концертной программе приняли участие более 10 вокалистов и творческих коллективов. Среди них как опытные, так и начинающие артисты. После того, как они покидают стены родного дворца, мы уверены, что наши ребята, они с достоинством пронесут звание дворцовца. И очень многие уже добились больших успехов. Мы их видим по телевидению, мы слышим их громкие голоса. Они работают в крупных театрах Москвы, Киева, за границей. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества занимается порядка трёх тысяч школьников. Каждый год ряды выпускников учреждения пополняются несколькими сотнями человек. Анастасия Синица, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.